Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на июль 2024 года. Проанализируем, что вас ожидают, к чему стоит подготовиться, ну и в целом, какова будет вероятность развития событий. Поэтому вы настраивайтесь, а мы с вами приступим. Напомню вам, что расклад является общим. Для кого-то он в большей степени будет резонировать по Солнцу, для кого-то по Асценденту, поэтому обращайте на это внимание. Кто-то, я знаю, даже смотрит по Луне. Это, скажем так, сугубо ваш выбор. Смотрите, что вызывает у вас резонанс. Ну а мы с вами будем смотреть. Итак, Овна, что вам приготовил июль? Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Надеюсь, вам все хорошо видно. Итак, приступим. Основные энергии. У вас здесь ложится рыцарь монет, аркан, который говорит о ситуации стабильности. Кто-то это может воспринимать, безусловно, как застой, как болото, день сурка, ситуация, которая вроде бы не ведет никаким изменениям. Но стабильность это тоже построение структуры. То есть ваша ежедневная, рутинная, повседневная работа, выполнение обязанностей, обязательств, так либо иначе, все равно вас будут вести к успеху. Поэтому не воспринимайте это как период отчаяния или отсутствия каких-то новых ярких впечатлений. Хотя вот дотягиваю аркан по четверке чаш. Многие могут сетовать, что нет возможности больше отдыхать или больше путешествовать, потому что здесь будет работа, работа, еще раз работа и какие-то повседневные дела и задачи. Тем не менее, не повод кукситься. Лето у нас еще продолжается. Успейте восстановиться и отдохнуть. Посмотрим, что у вас идет по работе. Ну вот не зря я сказала, что акцент на работу. Смотрите, у вас здесь ложится аркан сила. Карта, которая в первую очередь говорит о том, что нужно будет собрать волю в кулак, все ваши усилия и работать. Работать, пахать для достижения результата. Вне зависимости от того, в какой социальной категории вы сейчас находитесь, то есть работаете или нет, или вы владелец собственного дела, здесь данный аркан вас призывает к тому, что нужно будет приложить максимум времени, усилий, внимания, концентрации, вашей воли для совершения каких-либо проектов, которые вы перед собой поставили или, может быть, вам прописали какие-то задачи. Оценим, о чем будет говорить эта карта для тех, кто сейчас не работает и работать не может. Сила и шестерка жезлов. Это победа, это триумф, это достижение цели и результата. В чем именно вы скажете? Ну, в первую очередь, даже в повседневных бытовых задачах, которые для вас являются таким вот рутинным планом. А именно, систематизация, может быть, в чем-то делегирование позволит вам выполнять все очень быстро, качественно и в срок. Если оценивать, есть ли у вас перспективы работы или подработки, здесь может быть цель, план или идея выйти на свою идею заработка. То есть что-то здесь действительно реализовать. Причем многим для этого придется пройти через собственные страхи. Для тех же, кто у нас является соискателем, аркан «Умеренность» в связке с картой «Сила». Говорят, что наиболее комфортные условия труда для себя вы можете создать сами. Для этого нужно приложить волю, смекалку, ну и, конечно же, ваши таланты. Потому что сила и умеренность – это в первую очередь стремление создать свое дело, свою нишу, где вы будете ощущать себя максимально гармонично. Более того, связка данных арканов указывает на ситуацию, что ваше действие получит какую-то поддержку извне, допустим, со стороны ваших близких, социума. Кто-то может быть даже получить грант на открытие своего дела. Поэтому, если намеревались, дерзайте, здесь все будет получаться. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником – «Сила» и «Семерка чаш». Здесь в какой-то степени как к исполнению целей, планов или вашей мечты. То, к чему вы были нацелены, допустим, повышение по карьерной лестнице или просто значительное увеличение заработной платы, получение высшей бонусной ставки, увеличение процентов, допустим, по вашим продажам. То есть это все то, что позволит вам действительно ощущать себя максимально комфортно. Поэтому, видите, здесь у вас это просто очень знаковый и значимый месяц по вопросам карьеры. Для тех же, у кого свой собственный бизнес, снова смотрите, аркан-звезда, исполнение целей, мечты, реализация далеко намеченных планов, далеко идущих планов, тем более планы, которые вы длительный период вынашивали. Это будет справедливо как для тех, кто уже свое дело имеет, владеет своим бизнесом, так и для тех, кто намеревался его только открыть. Смотрим, что здесь у вас по финансам. Опять же, колесница, карта прорыва, увеличение дохода. Доход из нескольких источников одномоментно. Разве это не прекрасно? Поэтому здесь действительно, знаете, как нужно порадоваться. И самое главное, грамотно распорядиться вашими ресурсами, финансами. Кто-то может тратить на покупку, ремонт автомобиля, кто-то может тратить на круиз или планировать отпуск, путешествие. Но в любом случае ваши доходы будут превышать ваши расходы. То, что касается состояния здоровья по верховной жрице, обратите, пожалуйста, внимание на ваши внутренние ощущения. Это ситуация, когда ваш организм, психосоматика может вам символизировать о каких-то процессах, которые в вашем организме происходят, но незаметно вооруженным взглядом. Может быть какая-то симптоматика. Знаете, у кого-то выпадают волосы, у кого-то сытная кожа или изменение кожных покровов. То есть вроде бы такое, знаете, обыденные вещи, но тем не менее это уже, знаете, как звоночек. Пройди чек-ап, обследуйся, посмотри, что не так с твоим организмом, что нужно наладить, что нужно восстановить. Поэтому карта здесь действительно призывает вас к тому, чтобы чувствовать себя, чувствовать потребности вашего организма и, соответственно, вовремя проводить профилактические процедуры. Личная жизнь, туз монет. Но для большинства этот аркан сулит новый шанс, новые возможности. То есть новое знакомство, у кого-то примирение, для кого-то обновление отношений. У некоторых может быть вопрос продолжения рода. То есть для каждого из вас этот аркан прозвучит по-своему. Мы сейчас раскроем, как он будет звучать для вас. Для тех, кто свободен на текущий момент просмотра видео. Здесь у вас ложится десятка чаш. Итак, с подачи ваших родственников, круга, вашего близкого, вашего окружения, здесь знакомство. Оно может состояться на каком-то семейном мероприятии, встрече с друзьями, либо на каком-то, знаете, как торжественном семейном празднике. Иногда десятка чаш у нас показывает в целом какое-либо сообщество, группу людей, либо единомышленников. Ну, утрированно. Вы, допустим, можете посещать храм, церковь, ходить в какую-то общину, и там познакомиться с человеком, который для вас может стать очень значимым человеком в жизни. Я сейчас не призываю никого там ходить в храмы, это просто как аналогия, по которой вы можете отследить значение карт. По десятке чаш это может быть любая община, любое сообщество, будь то группа, не знаю, там, я знаю, не крючком, или вы вместе ходите в походы, или группа автомобилистов, значения не имеет. Но это как в этом социуме обрести своего человека. Если вы у нас в любовных треугольниках, туз монет и двойка монет, что здесь по ситуации? У вас вообще может появиться новое увлечение, потому что здесь, будучи в тех союзах, которые вас не особо устраивают, вы можете понять, что вам нужно вообще отречься от всего старого и уйти в новое. И больше всего, скорее, энергии этих карт вас к этому будут склонять. Если вы в стабильных союзах, туз монет и девятка чаш, это любовь, это взаимопонимание, это укрепление отношений, обновление союза. Если были ссоры или конфликты, это примирение. Ну и помимо всего прочего, туз монет и девятка чаш, это как совместно тратиться на удовольствие, на приятное времяпрепровождение, на какие-то подарки, отпуск, то есть баловать себя любимых. Может ли здесь происходить вопрос зачатия, но для тех, кого вам тут вопрос по картам, да. Поэтому если вы стремились, если вы планировали действовать, и все должно получиться. Совет по карте Луна. Луна это в первую очередь, если с точки состояния здоровья. Обратить внимание на психоэмоциональную составляющую, в особенности у тех, у кого есть чувство тревоги, панические атаки, нестабильное психоэмоциональное состояние, бессонница. То есть это уже звоночек для того, чтобы заняться своим организмом. Ну а в целом, что такое Луна? Прислушиваться к себе, слышать свое «я», преодолевать свои страхи, свои сомнения, свои какие-то убеждения или внутренние установки, которые, так сказать, тормозят процесс вашего развития или достижения цели и результата. То есть пройдя через это, вы сможете добиться многого. И оцениваем с вами неожиданность месяца. Что здесь? Гора, гроб и карта сердца. И дно колоды у вас аисты. Прекрасная связка, потому что здесь преодоление препятствий. Гора, гроб – это как убрать противоречия, убрать блоки. В особенности это то, что касается отношений, построения личной жизни. Или просто, возможно, ниши, которые вы горите, которые вы увлекаетесь, с которой дорожите. Потому что по связке этих арканов это, наконец-то, открывается дорога и возможности к реализации задуманного. Тем более карта Айс. Смотрите, здесь вить гнездо, здесь укреплять союз, укреплять партнерство. Не обязательно оно может быть личного характера, оно может быть делового аспекта. Но, тем не менее, здесь, знаете, как вселенная вам улыбается. Поэтому пусть так и будет. Закрываем с вами все положительными арканами. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, как для вас отозвалась, отыгралась информация, была ли она с вами созвучна. Мне вас будет интересно почитать. Для тех, кому актуальны индивидуальные консультации, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч!